Для того, чтобы сделать елки из флиса, нам нужен сам материал флис и также нам нужен будет синтепон. Можно, конечно, использовать в качестве наполнителя также хеллфайбер, но синтепон, мне показалось, проще найти. Вот его также можно размельчить и набить уже внутреннюю часть елок. Для того, чтобы сделать елку, нам нужно сделать выкройку, по которой вырезать три одинаковых части. Эти три одинаковых части, они просто сшиваются между собой, образуя такую пирамидку, которая в дальнейшем набивается синтепоном и делается дно. Дно можно, в принципе, сделать любое, можно также сделать зеленое, но я делаю таким цветом, потому что самого материала, такого зеленого у меня не так уж и много. Вот такого много. Поэтому здесь уже можно делать на усмотрение. То есть размер елки можно сделать любой, в зависимости от того, какую выкройку вы сделаете. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, на то, что когда вы будете делать выкройку, чтобы все-таки было острие у елки, и вот эти вот углубления были немножко вовнутрь, внутренние линии. Это был первый вариант. Видите, они слишком торчат в сторону. Второй вариант оказался уже более удачный. Поэтому, если вы будете делать углубления вовнутрь, то ваши елки будут более симпатичные. Что удобно, например, когда наступит зима и время новогодних праздников, такие елки можно украшать. Для этого, опять же, можно использовать самые разные ленточки и также вот такие заколки-крокодильчики. Ребенку очень нравится. Можно вешать, создавая имитацию новогодних украшений, игрушек. То есть, опять же, развивая мелкую моторику. Очень удобно. Для того, чтобы делать такие кустики, нам также нужен будет флис и ленточки. Для создания таких деревьев нам тоже нужно будет флис, плотную клеевую, любую другую зеленую ткань, цветочки. Ну и, естественно, тоже синтепон. Нужны будут также нитки в цвет. Ну и, в общем-то, все. Продолжение следует...